Девушки отдыхают Как вы знаете, все парагон закрылся и теперь несколько компаний-разработчиков пытаются, так сказать, воскресить умершую игру. И сегодня мы посмотрим на одного из таких представителей, который разрабатывает компания Metabuff, а именно Core. Для начала, перед тем, как я запущу саму карту, хочу предупредить, потому что на данный момент проект, ну, не то что сырой, а очень сырой. И на данный момент сейчас идет закрытое альфа-тестирование для, скажем так, более приближенных людей, которые какое-то имели отношение к парагону, более глобальное, нежели просто гейминг. И на данном этапе тестирования нам, как тестерам, дали в основном протестировать карту, выявить разнообразные баги, глюки и так далее. Даже вот это меню, которое сейчас вы видите на своих экранах, появилось не сразу. В первый же день, как только нам дали доступ, этого ничего не было. Просто, как только вы запускали лаунчер, тут же запускалась игра. Никакого меню просто сразу же с запуска вас кидало на карту. Сейчас же есть какое-то маломайское меню, но перед тем, как мы зайдем в саму карту, я хочу показать именно то, что сами разработчики показали на своем YouTube-канале. Это вот это видео. Они тут демонстрируют свое меню, но на самом деле, по факту, такого меню в игре нет на данный момент. И человек, который более-менее, скажем так, смыслит в монтировании видео, поймет, что это реально монтаж. То есть, как видите, курсор двигается достаточно плавно, то есть вообще элементарно он двигается по координатам. То есть это курсор не мышка, а это просто смонтировано так. Так, возможно, такой интерфейс, ну, взят, скажем так, за основу и, возможно, он будет в игре. Но на данный момент, на закрытом тестировании на этом, такого интерфейса даже близко нет. Конечно, да, выглядит он неплохо, минималистично, красиво. И тут тоже есть несколько вопросов. Как минимум, по персонажам. Сейчас вот мы промотаем, вот персонажи вот есть. Тут есть несколько, так скажем, персонажей, которым вы все знаете. И есть, скажем так, несколько непонятных персонажей. Вот, допустим, вот этот. Но мне бы что-то кажется, что это Кранч. И реально у него какая-то странная иконка. Опять же, какая-то непонятная иконка у вот этого персонажа. Возможно, это лейтенант Белика, но какое-то лицо у него совсем другое. Я, конечно, не думаю, что ей переработали лицо. И вообще не факт, что такой персонаж будет. Вот здесь, как мы видите, видим искру. И, кстати, тут еще есть, скажем так, небольшой ползунок. Дальше, разумеется, ничего там вниз не падает, так скажем. Нам остальных героев не показывают. Нам просто показывают, типа, как тут все это загружается, бла-бла-бла. Как люди выбирают героев. Да, выглядит прикольно, то есть выбор скинов и так далее. Но, как я, в принципе, и сказал, на данный момент этого в игре не реализовано. Это просто монтаж для того, чтобы завлечь игроков. А пока давайте вернемся к нормальной, так сказать, версии игры, которая на данный момент присутствует. И тут у нас, как видите, ничего практически нету. Есть парочка клавиш, типа, сеттинг, в котором ничего нельзя поменять, кроме имени и аватарки. Причем можно выбирать только твой матин-бласта. Почему других нельзя было выбрать? Ну, ладно, это вообще мелочь. Мы вообще не за этим сюда зашли. В поиске, скажем так, никого не найти. То есть, я думал, может быть, можно найти какую-нибудь карту уже, которую кто-то запустил, на которой кто-то играет. Но, к сожалению, здесь, ну, ничего не ищется. Просто либо, может быть, никого нет, либо просто кто-то создает свои хосты. Именно просто как сетку, а не как интернет. Просто, ну, бегают. Ну, давайте назовем наш сервер как-нибудь простенький там. И теперь нас перекидывает следующее окошко, в котором нам единственное, что нужно сделать, это выбрать персонажа. Персонажей, как видите, просто огромное количество. Выбор просто невероятный. Поэтому выбираем Клари. Просто потому что, ну, она офигенная. То есть, короче, у нее никого нет. Ну, ее вообще, если честно, там никого больше нет. Есть какой-то чатик непонятный там, бла-бла-бла. Кому-то можем написать. Хотя, кому писать, все равно никого нету с нами. То есть, ну... Так что, ладно, давайте запустим уже сессию. Наконец-таки. Блядь, как меня бесит вот эта загрузка справа внизу. Неужели ничего нельзя было сделать как-то более поприятней? Даже я, наверное, смог бы сделать гораздо приятнее анимацию. Ну что ж, вот мы попадаем, получается, на карту так называемую. И... Сразу можно увидеть, что тут нет никакого звука. То есть, пока что звукового сопровождения вообще никакого в игре нет. Нету ни скиллов, ничего, ни прыжков, ничего этого нет. О, вообще, она меня подкинула. Что это за баг такой? Ну, ладно, неважно. Вот, видите, опять же, баги есть непонятные какие-то. Так, это я нажал. Тут можно нажать меню, посмотреть на обилки, какие можно использовать. Ну, и тут как бы есть режим полета для того, чтобы было проще тестировать, проще передвигаться по карте. Давайте респонемся. Опять заново. И есть некоторые баги, которые я помню с предыдущего, скажем так, теста, Которого я там заходил несколько дней назад. Они до сих пор остались. То есть, вот такие, типа, обрывы по текстурам. Это вот то, что я видел. Плюс на карте можно найти вот такие вот статуи, которые, ну, как видите, это какая-то непонятная. То ли горгулья, то ли что это такое. Их по карте раскидано некоторое количество. Они там есть в разных местах. Ну, они, ну, понятно, скопированы все. И вот в них, скажем так, проходишь. Ну, немножко неправильно, я думаю. Можно какие-нибудь... Можно какие-нибудь темные устраивать противникам, стоя в них. Это такое... Охачай! Выскакивать и все, и убивать противника. Ну, это, я думаю, пофиксит. Потому что, ну, так не должно быть. Ну, а также есть небольшие, скажем так, глюки с невидимыми стенами. Как видите, то есть, ну, все, дальше нельзя. Тут по факту, как бы, должна была быть еще, ну, два метра бежать. Ну, ладно, можно не два метра, может быть, метр. Но не дает. То есть, и она по форме чем-то напоминает вот эту вот дугу. То есть, вот эту вот саму конструкцию. Вот этот вот столб вот этот. Но просто как будто вот немножко в сторону выдвинут. И тут, на самом деле, хватает таких мест по карте. То есть, тут есть куча таких невидимых стен. То есть, ну, в принципе, для этого и сейчас и создан этот тест. Для того, чтобы выявлять всякие вот эти глюки. Пока что, кстати, это не было исправлено. Но я нашел один, скажем так, баг, который был и который исправили. На данный момент его сейчас нет. Сейчас вот прибегу на то место и покажу вам. Ну, вот тут есть небольшое такое ускоренное передвижение. Для того, чтобы быстро передвигаться по карте. Его, кстати, тоже не было в первой версии. Это добавили уже чуть позже специально для того, чтобы тестерам было удобнее. Так вот, фишка в том, что вот тут вот была невидимая стена. Такая, то есть, блин, ну, как это, не знаю, показать. Короче, такая ступенька какая-то была. То есть, вот здесь вот ты бежал вверх. И вот здесь вот провалился. То есть, такая вот ступенька была. Дальше было не пройти. Просто вот упирался и бежал в пустое место, так сказать, в невидимое. Вот, как видите, убрали. То есть, ребята работают. За три дня один баг убрали. Нормально. Не, на самом деле, они там, я думаю, уже понаубирали. Также не знаю, зачем тут понаставляли миньонов на верхушках. То есть, где-то вот здесь вот, по-моему, я видел миньона где-то тут сидел на балкончике. Он, ага, ага, ага. Нихуя непонятно. Так, чуть я не понял. Где-то здесь он был. Ну-ка, давайте еще раз. Отсюда вот. Я куда-то сбегал вот сюда. Сюда. А, вот он. Вот этот петух. Вот он сидит там. Уселся. Миньон. Вот он сидит. Что он тут забыл, не знаю. Ну, он, конечно, просто текстура. Тут даже если миньоны стоят какие-нибудь, ударить их нельзя. Ничего нельзя сделать. Это просто как бы тестирование карты. Ну, как бы, его там явно не должно быть. Плюс еще один такой же похожий миньон находится где-то здесь. Да, вот в этом таком же месте. Приблизительно симметрично относительно того места. Ну, что ж, давайте осмотрим карту сверху. И, как вы могли заметить, карта практически полностью симметрична. Единственное, что здесь на карте не симметрично, это, ну, леса. То есть, у нас идет мет, вот получается диагональ такая вот туда. То есть, у нас вот идет туда, туда. Вот все на виду сходится. И опять направо, налево. То есть, по факту, левая часть леса немножко больше, чем правая. Потому что часть правого леса загребает, скажем так, вот эти вот ерундовины. Ну, следите за моей головой. Я типа головой, как мышкой работаю. То есть, часть леса забирает вот эти башни, которые здесь стоят. Но, по факту, количество спотов с мобами не меняется. На каждой стороне, что вот тут, что вот тут, что вот здесь, что здесь. По четыре спота с мобами. Единственное отличие только в том, что на вот этой, скажем так, узкой стороне Один спот с мобами состоит из мухи. То есть, там муха, ну, точнее, не из мухи, а мухи и двух миньонов. Так же самое с этой стороны. А вот с этой стороны уже состоит из моба специфического. Да, вот красненький, вот видите, стоит вот здесь вот прямо подо мной. Сейчас вот я спрыгну. О, видите, обычно этот красный усилок. То есть, на другой стороне, по-моему, синий стоит. Такое вот, в общем, различие в сторонах. Но, по факту, они симметричны. И это, ну, скажем так, навевает на одну плохую мысль. То есть, опять у нас будет система стояния изи-лайн против изи-лайна и хардлайн против хардлайна. То есть, как вот это описать? Или у нас будет какое-то совсем другое понятие? Может быть, лес тут вообще будет работать, как бы, для всей команды? Ну, как-то странно пока это мне видится. Я не очень сильно хочу, чтобы опять у нас была такая дурацкая система, как когда-то была на Монолите, когда сначала сделали карту хардлайн против хардлайна, изи-лайн против изи-лайна. Это было реально тупо. Опять же, каким-то странным решением было отделение леса вот этой вот стеной. То есть, вот здесь вот стены нет, мы пока... Хотя нет, уже есть, да, стена. То есть, здесь у нас идёт муха. И всё, стена. Дальше идёт разветвление направо-налево. Здесь всё опять вот объединяется. Вот здесь вот такая просто небольшая стенка. Дальше идёт закуток здесь с... Как же, блядь, тебя звали? В общем, арба, точно. Здесь такой вот небольшой закуток с арбой. На другой стороне небольшой закуток с раптором. Опять же, по кругу оббегаем. То есть, опять же, всё, эти две линии сводятся в одну точку. И опять стена. Мы опять видим стену. Опять всё вот так вот по кругу оббегается. Вот так вот оббегается. И сводится опять обратно уже на лайне. Для чего это сделано, непонятно. Для того, чтобы быстро перетягиваться на мид, нужен прямой путь. А тут тебе придётся вот так вот бежать в сторону. Потом пробежать где-то вот здесь вот. Пробежать вот здесь. Если тебе надо ровно, скажем так, на миду выбежать. То есть, это придётся, ну, такую неплохую дугу выписывать. Для того, чтобы, ну, к примеру, выпрыгнуть на противника. Сзади вот здесь где-нибудь. Ну, вы понимаете, о чём я говорю. Ну, вот странное решение, честное слово. Я вот не понимаю, неужели они так это оставят. По поводу остального что-то сложно сказать. Потому что, ну, ничего здесь больше нет в игре. То есть, как видите, персонаж, который один единственный каларий просто для того, чтобы, ну, просмотреть её, потестировать. Больше тут ничего нам не дали. То есть, ни миньонов нет, ничего. Мы не можем посмотреть анимации ударов. Мы не можем посмотреть ни карты какие-то, что будем использовать. Никаких механик нет. Здесь просто карта, которая, ну, достаточно неплохо нарисована. То есть, ну, не самая уродливая. Всё-таки наверняка они взяли просто пресеты с парагона. Немножко, может, их доработали. И получилось достаточно красиво. Но всё-таки немножко, так сказать, мап-дизайн хромает. Как я понял, они хотели реализовать, ну, лабиринт какой-то непонятный. Как бы да, идея хорошая. Но вот реализация немножко хреновая. Особенно касаемо, скажем так, вот этих перемычек на реке. Нахрена? Не знаю. Ну, опять же, говорить пока о игре нечего. Потому что игры, по факту, никакой нету. Но, по крайней мере, разрабы вроде как работают. И будем надеяться, что они хоть что-нибудь предоставят в ближайшее время. Потому что, на самом деле, странно. Они хотели выпустить альфа-версию уже, ну, для большего количества игроков. Играбельную альфа-версию. Против, ну, когда можно поиграть. Аж 27-го числа. А до 27-го осталось, ну, не знаю, тут 10 деньков. Может быть, даже меньше. Неделька, короче. И вот, единственное, что пока есть, это вот это. Но это реально очень странно. Я не думаю, что они успеют. И они правильно сделали, что отменили, скажем так, свой релиз. Потому что, ну, багов у них тут наверняка просто пруд-пруди. А по поводу геймплейной составляющей я даже говорить ничего не хочу. Ибо тут ее даже и не пахнет. Поэтому, друзья, как обычно, пока что ждем. Знаю, в этом видео вы ничего особо не подчеркнули. Просто, так сказать, немножко поностальгировали. Настальгировали и посмотрели, так сказать, на наследника Парагона. И увидели, что он из себя представляет. Потому что, ну, реально сюда попасть пока могут не все. Как говорится, Кличко не только лишь все. Мало кто может. Ну, в общем, вы поняли. Так что, друзья, подписывайтесь на канал пока, чтобы не пропускать новые видео. Не пропускать новые новости по Парагону. Точнее, по Кору. Эх, старая привычка Парагон. Ну, ладно, в общем, ребят, не забывайте заходить на канал. Ставьте лайки. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok